здарова всем вы на канале трейд мастер и сегодня у нас очередной обзор маркета посмотрим что ним интересного происходит и также на чем можно будет заработать монеты в ближайшем будущем если нравится такого рода контент как обычно лайк если вы на канале впервые подпишитесь погнали ну а спонсором этого ролика является мой надежный партнер папа карло он занимается покупкой и продажей монет и аккаунтов по промокоду трейд мастер вы получите 10 процентную скидку все ссылки в описании для начала мой доход антро сферов составляет 15 с половиной миллионов монет на чем же я трейджу в последнее время и да друзья я перешел на иконы почему потому что они очень редкие и также хорошенько двигается цене буквально каждое утро если честно или перед выходом контента или во время выхода контента иконы именно популярные хорошенько опускаются и потом уже на ночь они подрастают то есть как на них трейд я думаю запишу отдельный видеоролик когда уже более усовершенствую этот стиль заработка на карте в среднем от 15 до 50 тысяч монет чистой прибыли все зависимости от цены покупки само собой также трейджу на карточках путь финала лиги чемпионов на облаке немножко трейдил чуть-чуть раньше это еще было наверное воскресенье и также мухаммад салах эту карту я каждый день покупаю за миллион пятьсот и она успешно продается от миллион пятьсот девяносто до миллион шестьсот семь вот эти три карточки я флипанул ближайших ну с последних два дня наверное зарабатываю на карте ну в среднем там 30 тысяч чистой прибыли как по мне это неплохо и карточка очень реально востребована дальше это у нас информы бензима я брал по шестьдесят семь шестьдесят восемь варди взял под линк в тому же индиги за сто девять за сто девяносто пять хорошенько ушел партия взял как линк под для оба миянга за сто восемьдесят сто восемьдесят пять даже не помню сколько точно хорошенько продался рашфорд нравится каждый день он допускается в район миллиона миллиона десяти и потом на ночь он миллион сто так всегда и последнее время замечал такую тенденцию с ним закария немножко перешить тайсона я трейдил еще наверное воскресенье муриэль это одна из самых стабильных карт он мне очень нравится даже по уходам в непаки и также золотые карточки взял немножко об у менянгов за сто семьдесят пять сто восемьдесят максимум все ушли 195 но он сегодня поднимался даже до 199 то есть было можно взять еще экстра прибыль но в среднем 5 7 10 тысяч на карте в зависимости от цены покупки инвестиция зашла также сон покупался 125 128 39 продался за 139 пару монет заработал и также марсиаль полностью все стока и ниже продались по 109 110 это в среднем 45 тысяч чистой прибыли на карте гомезы также сильно просели ниже 110 они продавались и точнее покупались и продавались по 119 120 дальше мы с вами поеду верным и клуб и посмотрим что мне там есть немножко закупил команду недели вот именно сейчас потому что как я замечал именно когда под игроки находятся в паках в команде недели они самые дешевые потом они уходят и немножко набирают то есть условный городецкие сейчас самый дешевый 85 рейтинг с информа 84 волон и по чеку самые дешевые также в своем рейтинге то есть ухода в непаки они как минимум там тысячу две набирают а с тем связи на что у нас скоро будет много с бача я думаю они будут давать ну рост повыше смотрим что у нас по рейтингу рейтинг я закупил от 85 рейтинга до 89 рейтинга я закупил каждого игрока по карточке и также поставил в клуб выйдет с бача на икон вы с бача на условные под мы в которые ближайшее время начнутся выходить именно под мо апел очки бундеслиги также скоро у нас и французская лига будет через недельки 2 вот так что рейтинг я уже закупил пусть в клубе по карточке лежит стоит ли уходить в они сайны на эти карточках я думаю нет пока что нет но как-то так если вам нужна карта рейтинга кого-нибудь закупите по штуке положите в клуб пусть стоят дальше у нас команда лиги чемпионов что я думаю о этой команде лично я думаю что у нас уже в это воскресенье начнется сильная паника по продаже состава я думаю люди будут выходить в кэш связи с черной пятницы также видос у черной пятницы обязательно запишу не волнуйтесь он выйдет я думаю что эти карты также возможно будут падать я думаю они будут держать свою цену лучше чем золотые карточки чем информ и потому что они динамичные и они всегда будут иметь высокий спрос но честно говоря мне кажется вот именно за день до выхода черной пятницы и в день выхода черной пятницы это у нас последняя неделя ноября это последняя пятница ноября точные это уже за две с половиной недели я думаю они могут быть очень классными инвестициями то есть я об этом поговорю отдельно в ролике но именно тогда я наверное в них прыгну потому что они получат свой апгрейд только в середине теря конце декабря то есть до этого времени еще очень очень много дней вот так что я не думаю что стоит сильно напрягаться но я думаю они все дадут рост определенно то есть какой мой план лично я думаю или на панике перед выходом наград я закуплю больше все нравится именно салах гризман rush вот потому что они максимально редкие на маркете и вне пока вы я думаю они дадут большой рост чем остальные вот тот же rush вот за миллион скажем честно мне нравится тот же гризман за 600 тысяч 120 мне также как то нравится салах за 1 и 5 и ниже это определено нравится потому что на нем сижу каждый день мурель стабилен если ниже 60 взять мне кажется в любом случае он будет цену держать и вырасти даже под викинг лигу то есть возможно эти игроков стоит закупить будет в четверг во время наград или перед наградами если хотели снуть а продать уже после наград когда марки стабилизируется тарас или вариант б можете их продать в пятницу в поздно вечером после паники когда народ сядет играть викинг лигу но я вам серьезно говорю есть шанс того что они обрушатся воскресенье и будут падать в цене до черной пятницы так что вы уже думаете сами вот тот же тайсон за 45 наверное будет хорошо время наград 45 на 40 я думаю он упадет точно сансон не нравится потому что марсель точно вылетает ну так и шахтер наверное тоже вылетает вот но наверное 30 к я бы не осветрел закарья 215 мне нравится тот же дэвис 540 550 возможно хорошее вложение это лучший левый защитник в игре после апгрейда но все же клостерман я видел он падает 360 370 360 наверное плюс минус надежно будет для него перещать иван его интер который не совсем хорошо выступает но я думаю 45 ну так же не думаю что он ниже может пойти карточка живая следующий обрей апгрейд сразу же рейтинг 86 а если интер вылетает тогда он пойдет еще ниже мне кажется насчет новых карт насчет новых карт это аубомианг он интересный я сейчас за ним сильно наблюдаю потому что он продолжает подпадать я думаю такой трик может быть ребята потому что смотрите если смотреть по графике то он он сегодня продавался за миллион 800 стабильно то есть много часов потом он начал падать и сейчас он сильно падает возможно люди думали что если покупать за миллион восемьсот он очень редкий он потом пробьет максималку 2 миллиона и ну то есть люди буду снайпить за 2 миллиона и те люди что брали за миллион девятьсот заработал ним чистыми стока получилось обратно он упал сильно в цене то же самое ситуации с диди мне казалось что люди также ждали что он исчезнет с маркета и он исчезает из маркета уже с 440 смотрите как все это дело работает 440 он был по максималке люди его снайп или почти потом он просел до 380 и сейчас он идет обратно вот такую тенденцию я ожидаю с карточкой аубомианга то есть я думаю он сегодня может даже вернуться до миллион пятьсот или завтра я хотел бы за миллион триста купить от авантюра сильнейшая но все равно диаби но он дорогой как по мне такая же история с санчесом и возле люди снайп или по максималке блин интересно будет вот завтра посмотрите видеоролик и скажете как все пошло его снайпер его максималки сейчас он обрушился до 750 а если он будет 700 к возможно это же рискнуть карточку на пробу а утром возможно он 800 пробьет ну есть такой ход такой часто бывает этот информ был 100 215 вырезу 240 потому что эта карточка дорогая здесь все логично и брунов пирес те люди которые покупают за 200 к я думаю они потеряют деньги потому что я считаю эта карточка не достойно стоит 200 к да это правый защитник бразилец что очень редкая позиция именно бразильская нет праве защитника вообще нормальных этой игре именно с этой нации вот но статы у него ну мягко говоря никакие вот и мне кажется что если ей спорт ему не поднимут максималку до наград такая ситуация как было с феликсом ты думаем будет столько по-любому то есть люди потеряют много денег то что если у нас есть можете рисковать если хотите но лично я вам бы советую скинуть вот так что такая вот история напомню эти желтые карточки или путь к финалу лиги чем при лиге европы они в паках до вторника то есть они будут по как время наград за викинг лигу время наград за спутбаттл то есть им еще есть куда падать но тенденция ну я думаю будет интересный папа примеру тоже индиди я думаю оба мьянг и рада санчес могут пойти там ближе к утрам по труда посмотрим вот дальше мы наверное с вами перейдем на команду недели вот и команда недели у нас выглядит таким вот образом насчет цен 0 на бри можно карточку клуб положить как лоб стак за 39000 думаю бензима ниже 70 но я не знаю ли его он вырастет но наверное 70 као и ниже это хорошо феликс как по мне карточка очень опасная очень горячая я давал закупку этой карты за 140 тысяч чтобы вы понимали то есть он уже 35 тысяч набрал ну горячий он сильно зияч за 30 волан как я и говорил и тот же вратарь да где он у нас по чеку по 12000 если можете взять я думаю не помешает самый дешевый рейтинг 84 хумилиса за тридцатку мне нравится градецкий запи 14 сволинг можно по квикселу габриэль по квикселу пусть будут это хорошие карточки и этого чувака можно также по квикселу если мы говорим о кунье ну видите он стоит 12к но мне он что-то не нравится я не знаю возможно он не вырастет но я как-то знаете не впечатлен не этой карточкой вот кого еще не сказал телье телье крещан телье за 11 тысяч нормально джеревинио за 12 на всякий случай можно взять вот это все что я думаю по команде недели больше мне сказать нечего команда недели реально плохая в феликса я бы наверное не влазил то есть я влез за 145 не за 175 это большая разница также давайте мы с вами поговорим о такой штуке как кандидаты на команду недели и если там еще и какие-нибудь деньги вот бруно фернандес кандидат номер один он сто процентов попадает если у вас есть его информ я бы скинул сегодня потому что я думаю он упадет на панике до 300 и ниже возможно вот эта карточка она была 89 я давал покупку за 89 и ниже он набрал 10к я думаю под награды за викинг лигу он может быть 105 может но если и брать то наверное за 95 уже в такой ситуации это ну смотрите то есть карточка уже выросла это уже вам решать стоит либо адрес на себя то есть идеальная продажа для меня это 105 тысяч если брать в вашей ситуации за 100 и там за 99 то прибыль одна карточка и заинвестировать стука ну и просто я не знаю как высоко он пойдет димария я по моему и убрал за 18 он уже 21000 это очень дорог дорогая цена плюс люди него инвестируют потому что они думают что сейчас будет много из быча феликса не покупайте потому что он сейчас имеет информа то есть карточка не может быть информом две недели подряд сольер хитрик одну карточку в клуб поставьте мед за 700 800 и думаю он может удвоить миссии дубль но он сыграл 44 минуты этого мало для информа ливандовский информа не дадут потому что он выиграет игрока месяца будешь лиги которые будет через неделю по моему на следующую пятницу нет у нас не на эту пятницу вот на следующую через неделю вот гризман гол и ассист 78 минут сыграл возможно гризману дадут и спорт потому что команда в неделе выглядит плохо и возможно гризман не получит на зечь он 22 асиста но люди понимаете в чем проблема он сейчас этой команде недели то есть он не может быть две команды недели подряд но люди покупают эту карточку в надежде то что он получит снова информа смотрите вот он после наград вот он сыграл хорошо до 120 тысяч и вот он 150 то есть люди реально верят что он плывет команду недели если у вас есть шанс карточка стоит 145 тысяч берите деньги серьезно не играйте с огнем потому что он точно в команду недели не попадает дальше у нас фодер такая карточка как как роберту льоренте валя рент и 55 минут маловато вот тот же герейро два ассиста на команда проиграла не думаю что он получит информа диаби в этой команде сейчас что сейчас падает лига чемпионы лига европейская живая тоже ничего особенного ну здесь такого больше никого интересного и нет чтобы можно обратить внимание команда недели выглядит очень плохо разве что и спорт решатом вместе добавить по приколу не знаю вряд ли это случится следующая тема ребята у нас скоро будет много сб чашек именно на игрока месяца чего все начнется все начнется с апелки и здесь у нас есть но я скажу так два кандидата как у меня это у нас кейн и это у нас сон в кейна 5 голов 3 асиста сона 4 гола 2 асиста по всем канонам в принципе харри кейн он еще и англичанин должен выиграть это звание все хотят сона очень сильно хотят сона но я думаю выиграет кейн если выиграет сон то живая карточка рашфорда как по мне потеряет сильно если выиграет кейн никто ничего не потеряет потому что эта карта будет ну ну ничего особенного он никого и не обрушит я не думаю что он и там аубом янга и заденет или там возможно марсиале но хотя марсиале то немножко другого типа игрок он француз и здесь все проезжается по-другому бундеслига как я и говорил через неделю и здесь без вариантов роберт левандовский и . это как этот игрок получает мотма так что если у вас есть его информ я вам советую его скинуть в ближайшем будущем да я понимаю что еще там неделю полторы нужно ждать ксбча но все равно я думаю в этот четверг его special карту нужно скидывать по-любому дальше у нас лига французская это по моему еще две недели ждать ну и здесь бп то есть мы ждем бп он бен едер номинанты как я понимаю да вот бен едер но я не думаю бен едер до 3 забилось и задал но у него 2-2 поражения с командой а вот в мбп 4 победы 4 игры 6 гола 2 асиста но без вариантов честно без вариантов те люди которые думают его собирать они думают наверное что карточка будет ну можно инвестировать в рейтинг под него да можно почему потому что мы получаем из бича на икон как раз когда выйдет из бича на того же мбп это будет одновременно выход из бича на икон плюс выход из бича на мбп то есть два востребованных из бича вам уже 3-4 зависимости как они все и спортс будут эти иконы выпускать да но рейтинг 83 ну хорошие линки наверное сегодня подросли потому что вышел от альф с бича и он поднял этот рейтинг но если мы говорим о рейтинг который не поднялся совершенно это 85 86 и выше лично я люблю 86 плюс по карте вы в клуб положил и я бы снайпил наверное во время наград за викинг лигу до этого времени мы не увидим никаких сборок награды будут люди будут открывать потому что в паке живые карточки лиги чемпионов и лиги европы народ будет паке сто процентов открывать так что по снайпе эти карточки поставьте себе клуб по одной я понимаю он вырос потому что я брал 88 за 20 к 87 за 16 к за 15 к 89 брал до 28 то есть цены выросли на них но я считаю по штуке можете клуб положить облака не берите потому что он вне пока сейчас то есть он должен быть ниже а так то в принципе если вы хотите готовиться нет не стоит там обращать внимание на лигу нацию я бы брал просто общий рейтинг и обращал внимание на позицию центральные защитники центральные полузащитники там фланговые защитники фланговые полузащитники потому что они дают сыгранность при востребованных из бача где нужна высокая химия вот как то так что еще я вам не сказал наверное о подготовке к наградам если вы хотите готовиться к наградам в первую очередь идите вот сюда и смотрите смотрите популярных игроков вот такие карточки как тот же гомес они популярны как тот же марсиаль сональдо да вот эти чуваки варан я думаю что они все еще дадут экстра рост вот но они уже сейчас очень дорогие потому что условный варан был два дня на 280 то есть он плюс 30 к джо гомес был 110 если джо гомеса поймать за 100 до 110 я думаю время наград он будет 130 28 наверное вот тоже марсиаль если возьмете там тысяч за 108 107 я думаю время наград он может пробить там 125 здесь такие варианты что эти карточки могут дать рост я вдавал андрея между прочим закупку андрея за 72 тысячи он уже 95 вау вот смотри также информа наверное то те что в не пакове думаю они могут пойти еще выше тот же паули не сильно потерял можно будет взять карточка там за 90 я думаю люди еще играют за за того же то риску которого не собрали вот и он может чуть-чуть набрать цене вот как то так вот именно здесь я бы смотрел на карты тот же лукаку он был в прошлый раз 410 по моему если его за 350 за снайпить взять его поставочки и думаю он может снова 400 набрать но посмотрим не словом как все сработает не сработает такие мысли я знаю ролик длинный ребята надеюсь он вам понравился он был понятным пишите в комментариях что вы думаете по всем что я сказал если есть вопросы задавайте их отвечу обязательно это мне все всем пока